Мы считаем, что нужно расширить перечень категории лиц, которые могут получать QR-код. То есть не только те, кто переболели, кто вакцинировались, кто имеет отвод по медицинским показаниям, но и тот, кто, условно говоря, переболел и имеет высокий уровень антител. Нужно действительно им дать возможность тоже посещать эти массовые мероприятия. Их права должны быть тоже защищены и учитываться. Есть важный вопрос, еще связанный с ограничением использования ПЦР-теста. Считаем, что нужно убрать это ограничение и оставить возможность тому гражданину, который хочет сделать ПЦР-тест, получить отрицательный результат и пройти на какое-то массовое мероприятие. Есть вопросы к перечню мест. Тут тоже есть разные подходы, разные взгляды. А, собственно, какие учреждения, какие организации, какие мероприятия считать массовыми, не массовыми. Мы считаем, что на федеральном уровне все-таки должен быть выработан единый критерий. Сегодня, опять же, закон так сформулирован, что могут быть разные сроки действия ПЦР-кода для тех, кто переболел и тех, кто привился. Мы считаем, что все-таки ПЦР-кода должен быть единый срок. Опять же, это в интересах всей жизни, в интересах того, чтобы все-таки права не были ограничены. Поскольку волнение мы видим, да, оно действительно есть. Есть к нам обращение для того, чтобы все-таки права максимальным образом защитить всех. Мы вот такие поправки, мы, так скажем, даже на них настаиваем, потому что мы их направляли и к первому чтению. Мы сейчас уже ко второму чтению их сформулировали. Ну и надеемся, что Государственная Дума нас услышит. Тем более, что у нас есть, кстати говоря, надежда на то, что они действительно будут услышаны и рассмотрены. Еще связаны с тем, что уже постановление есть Государственной Думы, которое сопровождало вот этот планопроект ко второму чтению, где уже тоже перекликаются эти темы с нашими, так скажем, поправками. То есть и депутаты Государственной Думы в целом озабочены и также думают над этими проблемами, о которых я сказал.